Мы продолжаем читать слово отрезвения преподобного Сихи. И сегодня мы поговорим о очень замечательном, всем хорошо знакомом явлении нашей повседневной жизни. Удивительно, что об этом пишут и святые отцы. Речь пойдет о пустословии. 125 абзац. Если мы с Божьей помощью каждый день приобретаем что-нибудь через наше трезвение, то не следует нам без разбора вступать в сношение с другими, чтобы не понести ущерба от каких-либо соблазнительных бесед. Но паче надобно презирать все суетные красоты и благотворности ради этой добродетели, то есть трезвения, прелюбезны и присладки. Попросту говоря, слово о том, что происходит с нами, с людьми, верующими во Христа, читающими какие-то умные духовные книги и тем не менее постоянно теряющими все накопленные благодатные опыты, теряющими через наше пустословие. В том-то и беда, что пустословие мы воспринимаем как некое нормальное, естественное состояние. Мы к нему привыкли, мы с ним живем. У нас в жизни почти не было, но, может, вот люди, скажем, моего поколения или чуть старше, они застали еще людей, своих бабушек, дедушек, которые были молчаливы, хотя и не были угрюмы, которые просто не любили много и бессмысленно говорить. И вспоминая этих бабушек и этих дедушек или их друзей, мы неожиданно понимаем, сейчас пытаясь это прожить, прожить, мы понимаем, что, оказывается, можно жить нормальной человеческой жизнью, не проводя время в бесконечных пустословиях. Но если мы не застали таких людей, то по-другому просто не умеем жить. Для нас, естественно, состояние постоянной болтовни, постоянного обмена ненужной, никчемной, пустой, бессмысленной, бестолковой, часто пошлой, грязной, непроверенной, лживой информации. И вдобавок к этому еще и постоянным осуждением кого-нибудь. И в этом мы проводим время. Вот скажем, ну, наверное, все знают, да, если хоть как-то вот знакомы с народной традицией, ну, в принципе, традиция в той или иной вариации была везде и всегда, вот собираются люди, кто-то что-то рассказывает, не болтает, что-то что-то рассказывает, тот умеет это делать, а все остальные шьют, или придут, или вяжут, или стругают, если это мужчины, или там что-то чинят, сверлят, ну, занимаются каким-то ремеслом. То есть, люди не привыкли говорить за работой раньше, а сейчас это сплошь и рядом, ну, это нормальная ситуация, чего молчишь, вот, надо что-то говорить, и говорить это обычно пустые речи. И вот, то, что мы сейчас ничего не имеем, то, что у нас сейчас полный, ну, скажем, нищета, ничего у нас нет, не в смысле денег, а в смысле благодатных переживаний, благодатных даров, способностей, о том, что вообще не понимаем, о чем пишут, о чем говорят святые отцы. Не в том ли дело, что мы постоянно болтаем? Ведь и апостол Яков говорит, что человек, который не может обуздать языка, не может начать духовной жизни вообще никак, ни при каких обстоятельствах, потому что сам язык его, с которым он не может справиться, он воспламеняется от гиены. И поэтому вполне возможно, что разговоры разные, нами слышимые, нами говоримые, все то, в чем мы участвуем, оно, все эти беседы, приводят сердце к вожделению сладостей, радости и удовольствий этого мира. Вот мы поговорили с человеком, ну, не важно, о чем, об его детях, об его мужа. И поговорив об этом, просто вот как-то обсуждая разные проблемы, мы вдруг выходим и говорим, ну, например, по-разному, вот у него дети умницы, потому что они ходят к репетитору, надо бы мне тоже своих отправить к репетитору. А где взять денег? Надо что-то с этим делать. Или, вот у него дети такие-то, такие-то проблемные, у меня, слава богу, не такие, у меня, слава богу, вот такие замечательные, поэтому я и дальше буду их отправлять к репетитору, или там делать то, что я делаю, потому что дети у меня замечательные, не такие, как у этого человека, с которым только что разговариваю. Или она говорит, что она купила там, ну, скажем, дорогую кофемашину, и говорит, что кофе замечательный, и все такое прочее, а что плохого, если я куплю тоже кофемашину, и тоже будет у меня замечательное кофе, ничего плохого в этом нет, это же не грешно какое-то. Вот, человек начинает думать об этом, о чем угодно. У него после разговора, потому что они говорили не о Боге, потому что они говорили не призывая имя Бог, потому что они говорили не в контексте Священного Писания, просто их ум, их слова, а стало быть, и их ум вращались в кругу вещей мира сего, за что-то человек зацепился, как за усеницей, вот, за нозой, вроде, она крошечная, маленькая, но легкую ткань провел и зацепилась, вот, и болит, и чувствуется, что там заноза, и вот, поскольку мы не чистые умом, мы только-только пытаемся как-то вот что-то сделать по-христиански, и когда мы проговорили, там полчаса, то и час, на все эти мирские темы, мы чувствуем, что, а что плохого в мире, живут, живут люди, решают мирские проблемы, надо и мне, вот, посерьезнее к миру отнестись, и начинают к миру относиться серьезнее, вот, завладевает человеком некая страсть, у него навязчивая идея отдать ребенка фигурное катание, или там, в шахматный кружок, или еще куда-то, где, по его мнению, ребенок избавится от тех дурных наклонностей, которые у него появились, и вот, человек начинает эту тему разрабатывать, 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 нам кажется, вполне нормальной, вполне человеческой, вполне естественной, что плохого, ничего, но ты же не помолился Богу перед этим, помолись, и спроси, Господь, я хочу, то-то и то-то, как ты к этому смотришь, как ты на это смотришь, как ты к этому относишься, если бы у тебя было это раньше, ты бы, несомненно, все это увидел, освоил, понял, что вот так оно, да, лучше не надо, пришло бы на мысль, сердце бы снова успокоилось и поняло, что, собственно говоря, да нормально, он не хочет никакого фигурного катания, да пусть сидит дома, книжки читает, Яков сидел в шатрахе, ничего плохого из этого не вышло, и успокоился человек, потому что помолился, или воспламеняется его ум, как бы желание, какой-то вещи там, какой-нибудь машины, даже не то, чтобы дорогой там, какой-нибудь там, за 100 миллионов, а просто машины, ну вот именно этой, вот хочу, как вот он рассказал, мне вдруг, вот он так о ней рассказал, о своей машине, там, обыкновенная машина, там, среднего класса, там, какой-нибудь там, Volkswagen Jet, или там, Subaru, там, какой-нибудь, проходимый, или какой-нибудь еще, там, автомобиль, очень экономичный, или какой-то, очень быстрый, или какой-то, очень комфортный, ну вот, ничего особенного, в сущности, но он так рассказал, что я хочу такой автомобиль, и я понимаю, что ничего же греховного, в этом нету, у меня есть автомобиль, надо его поменять, ну, конечно, у меня там, денег не хватает, надо, значит, брать кредит, значит, надо обязательно что-то купить, пока я не успокоюсь, и вот это вот, мною владевает страсть, но я даже не заметил, потому что в разговоре, я же воспринимал его слова адекватно, ничего плохого, он же не о грехах говорил, он не украл эту машину, он там не изменяет своей жене, или там она своего мужа, он не пытается там кого-то обмануть, вроде греха, никакого нет, я просто вожделею некоторое вот это состояние, или это качество, или эту вещь, о которой мы говорили, а поскольку она не кажется мне изначально греховной, то я начинаю о ней думать, и она, чем больше я о ней думаю, тем более она кажется мне правильной, и начинаю думать, и думать, и думать, и думать о ней, прям завладевает все мое естество, пока я не покаюсь и не помолюсь, о том, что со мной происходит, вот эта вот мысль, она лишает меня мира, она лишает меня молитвы, моя молитва перестает быть собранной, постоянно приходят какие-то мысли, я говорю сам себе, я не могу, я должен решить вопрос, надо купить машину, и забыть о ней, и снова начать молиться, меня само тяготит это состояние, потому что мысли об этом, чем-то вот попавшем мне на сердце, они терзают меня, мучат меня, я не могу там, захотелось построить дом, например, где-нибудь там, вот не знаю, дом, вот хочу дом, хочу дом, дом хочу, думает человек, думает человек, думает человек, что плохого в том, что я хочу дом, ничего, прям рисуется все, рисуется, прям, я чувствую, что радостна мне эта мысль, что она делает меня счастливым, я начинаю все свободное время мечтать, как я его построю, какой там будет фундамент, какие будут комнаты, какие что, что плохого в этом, ничего, ничего, но мир потерян, мысль не может собраться в Боге, ты теряешь молитвенное состояние, молитвенное предстояние перед Богом, ты теряешь присутствие Бога, ты в твоем сердце поселился враг, а ты не заметил, он притворяется еще очень нормальным, человеческим, естественным, он мимикрирует, но он уже проник, и будет разрушать твое сердце, он может до конца и не обличить себя, до конца не показать, кто он есть, он может отнюдь и не показать, насколько он вредный или закончит каким-то явным грехом, гораздо выгоднее оставаться предателем и разведчиком, волком в овечьей шкуре, чтобы постепенно разрушить твою молитву, человек теряет мир, человек теряет молитву, и постепенно это проявляется в том, что напряженность духовной жизни падает, молиться все неинтереснее, в конце концов, есть же другие способы служения Богу, читать Писание уже не хочется, думать о нем тоже, и все время тратиться на события, так или иначе связанные с этим страстью, там человек выбирает себе дом, смотрит разные форумы с этим домом, человек выбирает себе лодку или машину, или там еще что-то делает, и все это именно для того, чтобы хоть как-то послужить своей страсти, он даже не замечает, что его устремленность к Богу стала меньше, 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 меньше. Конечно, Господь милостив и дает человеку понять, что с ним ничего, но он милостив, а это палка о двух концах, он милостив и не отдает человека врагу, обнаружит человек вдруг, что он одержим, что у него вдруг неожиданно проснулась страсть, он начал, скажем, неравнодушен к девушкам молодым, или к вину марочному, или к дорогому коньяку, или к сериалам, или еще к чему-то там, стал частенько покрикивать, повышать голос, кричать, унижать, сквернословить, что-то в нем появилось такое, что дает ему понять, что ты разрушаешься, ты отходишь от Бога, смотри, вернулись страсти, которых ты победил много лет назад, смотри, ты снова не можешь справиться, ты вожделеешь, ты вожделеешь не Христа, не заповеди, ты разрушаешься. Это можно было бы заметить, но Бог именно по милости своей совсем не оставляет человека, иначе человек может впасть в отчаяние, и будет еще хуже, и поэтому часто его же собственное милосердие, которым он нас покрывает, позволяет нам ничего не замечать, не отражать, что мы на самом деле уже совсем очень и очень далеко неверующие люди, как написала одна женщина в своем, ну скажем так, письме, рассказе, очень хороший, очень честный рассказ, очень мудрое сочинение, она содержится в книге «Православный брак XX век», просто там, кроме разных статей известных авторов, содержится и рассказ о том, как они, два верующих человека, муж и жена, потеряли все. Так вот неожиданно, и сами не поняли, как. Перестали быть христианами, перестали веровать, перестали ходить, не то, что в храм, просто потеряли веру, ничего особенного, просто начав позволять себе то, другое, третье, и все это именно началось с бесед, как и говорит книга «Притч», что злые беседы расклевают хороший нрав. И мы часто такие расслабленные, несобранные, именно потому, что очень много и пусто разговариваем. Если бы мы следили за этим, мы бы увидели, заметили бы потерю, отдаление наше от Бога. Ну вот, в 127-м абзаце преподобной сихи пишет об этом подробнее. «Ум омрачается и становится бесплодным, когда монах или поговорит с кем-то о мирских вещах, или мысленно сам в себе поразглагольствует о них, или когда у него тело с умом суетно займутся чем-либо чувственным, или когда он вообще предается суетности, ибо в таком случае тотчас непосредственно затем теряет он теплоту, сокрушение, дерзновение к Богу и в веденье забывает о Боге и порядках Божьих. Так что по калику внимаем мы умом, по толику просвещаемся и по калику не внимаем, по стольку и омрачаемся». Разве речь идет только о монахах? Конечно, нет. Все христиане, с ними происходит то же самое. Любой посвятивший себя Богу человек, любой, вкусивший хоть толику благодати Божьей, теряет ее именно потому, что начинает много говорить, размышлять о вещах мирских, страстных, а потом уж и откровенно грешных. И это закон жизни нашей здешней. Всем мы теряем благодать, получаемую нами именно таким способом, начиная размышлять, рассуждать и говорить о мирских вещах. И вот это вот погружение в мир приводит по мысли Исихи к тому, что мы теряем теплоту, мы теряем дерзновение перед Богом, и мы теряем видение. Это очень важные признаки здорового человека. Теплота, дерзновение и веденье. Но мы не воспринимаем это как признаки здорового человека. Вот, скажем, человек, у него упало давление, или возросла температура, или пропало, актуально сейчас, обоняние. Он потерял нормальное состояние, он сразу это чувствует, и сразу на это реагирует. Он пытается пить таблетки, измерить температуру, как-то принять меру. Он понимает, что это очень тревожные симптомы. Даже если ему нужно, бывает, что-либо делать, он пытается таблетками восстановить давление, опустить температуру, чтобы сохранять работоспособность. При всем своем желании, если он этого не сделает, он не сможет продолжить то, что продолжать необходимо. Он вынужден будет лечь и лежать, поскольку тело его дало сбой. И вот это нарушенное здоровье, оно опознается человеком практически сразу. У здорового человека, у душевно здорового человека, то же самое. Как только он потерял теплоту, дерзновение перед Богом или виденье, он сразу понимает, что он заболел. Он что-то сделал не так, что-то он не исполнил, где-то он, говоря современным языком, накосячил. Надо что-то срочно исправить, надо что-то где-то помолиться, куда-то прибежать, исповедоваться, покаяться, прочитать, помолиться. Но что-то надо сделать, иначе я буду разрушаться, дальше умру. Почему же мы не чувствуем? А потому что мы никогда не осознавали, в этом наша беда, скорее чем грех, мы никогда не осознавали, а что же такое душевное здоровье? Что, собственно, считать здоровой христианской душой? Мы считаем, что если мы ходим в храм, это здоровая душа? Как же так? Мы, приходя в храм, всех направо и налево осуждаем, а приходя из храма, сразу начинаем раздражаться на свою семью, которая в храме не была. Разве это признак здоровой души? Или, скажем, мы пытаемся молиться перед причастием, чтобы причаститься и никакой теплоты не испытываем, просто вычитываем, мысли где-то блуждают, но мы терпеливо вычитываем эти молитвы. Это признак здоровой души? Нет, конечно. Мы никогда не ставили себе вопрос о том, а что считать здоровой душой? Это само по себе важно и интересно, и вот здесь, по мысли преподобного Исихия, важнейшими признаками здоровой души является теплота молитвенного воззвания, дерзновение молитвенного воззвания и ведение Бога и заповеди Его. Если это пропало у нас, то значит мы болены. Если этого у нас никогда не было, мы очень давно и хронически больны, мы в очень тяжелом состоянии, мы потеряли Бога. Понимаете? Мы потеряли связь с Богом, мы отпали от Него, если у нас нет теплоты, молитвенной дерзновения и ведения. Ну, обычно мы успокаиваем себя тем, что, ну, Бог же мне помогает, Бог обо мне заботится, поэтому что переживать-то? Ну, нет там какой-то теплоты, нет там какого-то еда, ну, ладно. Главное, что Бог не помогает, значит, все не так плохо. Ну, странная реакция, вообще-то говоря. То, что Он нам помогает, это Его дело, это Его забота. Это свидетельство о том, как Он нас любит и как Он о нас заботится. Это никаким образом ничего не говорит о нас. Ну, скажем, если к нам пришел врач и о нас заботится, ну, замечательный врач, нам повезло, хорошо, дай Бог побольше таких врачей, но я-то не перестал болеть. Качество врача, его забота, его микстура, его рецептура, его ежедневные звонки, там, присылание помощи материальной и всяческий другой, замечательно, но я-то по-прежнему болен. И я могу умереть у самого замечательного врача. Ну, да, замечательный, хорошо, здорово. Он мне напоследок подарил мешок апельсин, но я уже не могу их съесть. Замечательный. Я понимаю, что лучше врача не было. Ну, и что? Я-то умер. Важна ведь не только характеристика врача. Речь-то идет о нашей болезни, а не о враче. Мне важно вылечиться. Мне важно исцелиться. И поэтому очень важно смотреть не на то, что Бог мне по-прежнему помогает, поддерживает и что-то там дает. Стоит мне только попросить, а как раз на то, признаки моего душевного здоровья есть или нет. Я ведаю Бога, постоянно веду Его заповеди. Я переживаю Бога. Я испытываю теплоту во время молитвы и дерзновения перед Ним, особенно тогда, когда мне это очень важно. Или нет. Если нет, я болен, и нужно лечиться. А лечение предполагает то вот, о чем выше писал преподобный Исихи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok